Кадры октября, когда от прежнего входа, которым насчитывались десятки лет, не осталось и следа. И вот строители возвели новую браму. Отсылка к Каменецкой башне и будто намек на остраже редкой природы. Впереди ответственный момент. Отделка в дизайне, акцент на натуральность. Облицовка песчаником, это нижняя часть, и весь практически фасад магазинов. Клееный брус и кровля, это металлочерепица Яносик. А также декоративная штукатурка, LED-подсветка, элементы в виде герба, зубра. Это очень интересный проект, он нестандартный, поэтому приходится применять необычные решения, как в организации строительства, так и в собственных технологиях. Строят те же специалисты, которые возводили масштабный западный обход в Бресте и даже Белаяс. Рядом с брамой появится инфоцентр, где посетитель получит полный спектр услуг. Вскоре вырастут сувенирные лавки и билетные кассы по другую сторону. В национальном парке не скрывают. В дизайне ориентировались на создание нового тревел-бренда, чтобы уже на входе туристы захотели делиться картинкой. Окончание СМР апрель 2024 года. Сейчас завершены объемы по каменной кладке, практически завершены объемы по кровле. Для нас, для всех, для работников, тут своего рода как гордость поучаствовать в таком строительстве, потому что это свой труд увековечить на века, потому что строим уже не на один день, строим надолго. За 2023 год национальный парк посетили свыше 520 тысяч туристов. Специалисты отмечают рост. Одним из самых популярных мест стала резиденция белорусского волшебника. Это зимний сезон 20-й для поместья Деда Мороза. И в юбилей здесь приняли свыше 50 тысяч гостей из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Латвии и Польши. В эти даты встретили и двухмиллионного посетителя. Мы эти мероприятия растянули на весь декабрь. Приезжали в поместье Деда Мороза сказочные персонажи. Также на юбилейные мероприятия к Дедушке Морозу. Это и Дед Мороз из Великого Устюга. Это и Байкальский Дед Мороз, и Снегурочка из Костромы, и Царевна Лягушка, и Емелин. То есть все белорусские персонажи, тот же Зюзи по-озерски. Они все также почтили своим присутствием Деда Мороза. И с удовольствием встретились с гостями. К юбилею белорусский волшебник и сам получил подарок. Сегодня готовится проект обновления поместья Деда Мороза. Сотни тысяч фотографий именно с этим Тиреум разлетелись по всему миру. 20 лет белорусский Дед Мороз встречал гостей именно здесь. Но скоро все изменится. Тиреум расположится в самом сердце поместья. И теперь Дед Мороз может принять у себя туристов. Показать свой кабинет, спальню и тронный зал. К строительству планируют приступить уже в этом году. В этом сезоне туристы уже смогли оценить обновленные торговые ряды и кафе с пущанскими блинчиками, за которыми выстраиваются очереди. Дизайн повторяет общую будущую концепцию. Сказка. Хочется чего-то волшебного. Поэтому мы сюда и приехали. Опять окунулся в детство. Еще ребенку показать. Мы вообще не были здесь ни разу, но мы увидели, что здесь что-то делают. И вообще здесь очень чисто. Просто мы приехали с другой страны. Есть с чем сравнить, так сказать. Мы в восторге. Зимний сезон в поместье Деда Мороза завершат уже в эти выходные, когда пройдут проводы снегурочки. Традиционный праздник ежегодно собирает тысячи гостей. А в новом сезоне обещают удивить. Кретина Протасовицкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.